Тибетская астрология Для тибетцев, как и для индусов, прошлое, настоящее и будущее время сопряжены. В их астрологии карма также вездесуща. Астрологии Тибета напрямую следуют изучение Будды, непальского царевича, жившего две с половиной тысячи лет назад. Тибетская астрология На самом деле заимствована из буддизма. Эта картина – тангка, символическое представление всей системы тибетской астрологии. Вселенская черепаха воплощения Будды. Она наблюдает за колесом времени, которое находится под защитой сонма божеств. Здесь мы находим символы элементов. Три граммы из китайской книги перемен – стороны света и планеты. Астрология давно вошла в повседневную жизнь тибетцев. Она является неотъемлемой частью тибетского буддизма. Это учение называется «Кала-чакра» – «Колесо времени» и представляет собой систему тантрической практики. Древнее тибетское учение обогатилось китайскими и индийскими научными знаниями. Наука вычислений основана на искусстве предсказания и изучении циклов времени. Поэтому астрологией в основном занимаются ламы. Астрология прочно вошла в жизнь тибетцев. Например, если девушка или юноша женится, астролог определяет день будущей церемонии. При рождении ребенка мы вычисляем, что ждет его в будущем. Когда человек умирает, мы делаем расчеты, чтобы определить, какие молитвы и божества ему помогут. Все это основано на астрологических расчетах. Даже сельхоз работы производится в соответствии с астрологическими указаниями на протяжении веков. Такова тибетская традиция. Жителям Тибета помогает сориентироваться в жизни календарь Арабджун, который ежегодно составляет господин Намгьял из Института медицины и астрологии в индийском городе Тхармасала. В основе этого календаря, необходимого для принятия любого важного решения, лежит учение о колесе времени. РАБДЖУН Цэван к нам гьял. Арабджун означает 60 лет. Через каждые 60 лет начинается новый цикл. 12 животных – крыса, бык, тигр, обезьяна и так далее – сочетаются с пятью элементами – огонь, вода, металл, дерево и земля. Последовательное сочетание животных и элементов дает их ежегодную комбинацию. Перечень сочетаний на 60 лет и есть Рабджун. Сейчас мы в конце 16-го Рабджуна и скоро начнется 17-й. Таким образом, каждый год проходит под знаком животного и элемента. Например, 99-й был годом зайца, Земли. Знак одного из 12 животных присваивается и определенному времени суток. Знаки индийско-тибетского зодиака сходные с нашими. 9 цветов, 8 триграмм книги перемен и 28 созвездий, которые называются лунным зодиаком. В сочетании всех этих элементов позволяет составлять очень подробный агроскоп. Наше тело состоит из четырех элементов, связанных с четырьмя высшими элементами. На звездном небе мы различаем 28 созвездий, которые оказывают благоприятное или неблагоприятное воздействие на наше тело. 28 позвонков связаны с этими созвездиями и испытывают на себе их влияние. Во время затмения, именно лунного затмения, после захода солнца, прислушайтесь к своему дыханию. Сила вдоха, каждый из двух ноздрей, будет разной. Обычно воздух проходит в правую и левую ноздрю с одинаковой силой. Однако в ночь затмения будет чувствоваться разница. С первого по пятнадцатый день лунного месяца элементы мужского и женского тела усиливаются. Активизируются сперматозоиды мужчин и яйцеклетки женщин. Начиная с шестнадцатого дня, сила элементов снижается. Поэтому, например, после шестнадцатого дня возрастает вероятность зачать девочку. Если девочка зачата между первым и пятнадцатым днём, она, скорее всего, будет красавицей. Также высока вероятность того, что красивым будет мальчик, зачатый между шестнадцатым и двадцать девятым днём лунного месяца. Календарь выпускается институтом медицины, ведь на Тибете медицина тесно связана с астрологией. Тибетские целители считают, что влияние звёзд является определяющим как на болезни, так и на их лечение, связанное с космосом, мышлением и природой. Все духовные лекарства, особенно те, которые называют драгоценными пилюлями, следует принимать только в благоприятные дни. Поскольку существует связь между внутренним организмом и внешним миром, то приём драгоценных пилюль в такие благоприятные дни лунного месяца, как восьмой, пятнадцатый или в новолунии, даст наилучший эффект. Время для сбора целительных трав и цветов указано в календаре. Следует посоветоваться с астрологом, чтобы сбор не пришёлся на плохие дни ниин или ча. Ибо есть определённые моменты, когда растения набирают силу, иначе они могут навредить, а не исцелить. Поэтому надо сначала выяснить благоприятные дни для сбора трав и для изготовления порошков. Представьте себе двух учёных. Каждый из них искусен в своём деле. Но если они будут работать вместе, то добьются ещё большего результата. В нашем случае один из этих учёных – медицина, а второй – астрологический календарь. Вместе они добиваются наилучшего результата. Ама тоже следует заглянуть в календарь, чтобы избежать неблагоприятных дней и дурных сочетаний планет.